Слава нашему Господу, дорогая Церковь! Откроем Священное Писание, прочитаем два места. Это Иеремия, 15 глава, 19 стих. И второе место Священное Писание, это Матфея, 5 глава, 48 стих. Читаем пророка Иеремию, 15 глава, 12 стих. Иеремия, 5 глава, 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершен наш Отец, Отец Ваш Небесный. Дорогие друзья, дорогая Церковь! Поздравляю Вас, пользуясь моментом, вышедшим здесь, с наступившим же Рождеством Христовым и с наступающим Новым Годом. Анатолий вспомнил Самуила, Самуил ставил камень. У меня вот такая вот ассоциация, когда мы собрались здесь, на этом месте, что мы вот этим нашим служением ставим вот этот камень, камень памяти, на котором написано 2020, тот год, который мы прожили. И на этом годе, наверное, каждый из нас может подписаться и написать, что Господь – помощь наша. До сего места помог нам Господь. Мы вступаем в Новый Год, дорогие братья и сестры. Информации очень много. Нам ничего не, как бы, ну, не описывают или не говорят наперед, что будет лучше. Дорогие друзья, ну, знаете, когда мы вот вступали в этот 20-й год, то похоже и было. Но, братья и сестры, Господь благословил, и мы имеем свое здание. Слава за это нашему Господу. Никто из нас, наверное, вот вступая в этот год, ну, наверное, в самых лучших своих мечтах не думал и не мечтал, что так состоится. Но Господь совершил, Господь помог, было определенное движение, братьев, сестер, желание было. И Господь так устроил, что в этом году, который, говорят, не так очень он хороший, а мы имеем свое помещение. А мы здесь вот в этом тепле, в красоте, в этом новом всем собираемся и можем на этом камне, как ставил Самуил, ставит то же, что в этом году, 20-м, помог нам Господь приобрести свое здание. Да благословенно будет в этом имя Господа нашего Иисуса Христа, братья и сестры. Прочитано два места Священного Писания. И в этих двух местах Священного Писания, братья и сестры, вот если мы посмотрим, одни слова Иисуса Христа, вторые слова Господа, которые были обращены к Иеремии, то здесь открывается сущность Божия, братья и сестры. Во-первых, сущность Божия в том, что Бог – это жизнь. А если понять, есть ли жизнь, ну, например, человек вот как бы лежит бездыханно, ему ухо прислоняешь к сердцу, смотришь пульс, ага, движется, движется, есть движение. А если есть движение, то он живой, братья и сестры. Наш Господь – это жизнь. Наш Господь – это движение. Иеремия был в таком положении, в таком состоянии. Господь ее поставил пророком для Израиля в очень трудное, непростое время. И можно сказать, Иеремию было тяжело, он сжат был. Был голод в то время в стране. Были пророки, которые предвещали хорошее на будущее для Израиля. А Иеремию Бог открывал совсем другое, что народу нужно покаяние. И Иеремия видел состояние народа, и он молился за этот народ. И даже мы здесь, когда читаем и понимаем, он был в такой даже болезни. Ему было очень-очень трудно называть это болезнь, Господи, вот меня это болезнь, доколе. И вот он, когда взывает Господу, а Господь ему говорит такие слова. «Иеремия, если ты из ничтожного извлечешь в драгоценное, то будешь, как мои уста». А Бог говорит, «Иеремия, двигайся вперед. Я не избавляю тебя от этого состояния и положения, в которого ты находишься. Я не освобождаю тебя от того служения, которое я даровал тебе. Ты двигайся вперед. Ты в этом ничтожном малом, который может быть в том положении, в состоянии, в котором находишься, ты извлекай драгоценное. Это моя сущность, братья и сестры. Если мы посмотрим на действия Божия, то видим, он так и поступал. Даже в Рождестве Иисуса Христа, если вот так размышлять по-человечески, по-нашему, то, Господи, ну можно было время выбрать другое. Не тогда, когда Израиль находился под римским гнетом. Не тогда, когда была вот эта оккупация. Ну можно было найти другое время. Не тогда, когда нужно было уезжать из дома на перепись. Ну можно было найти другое место, где родился Сын Божий Иисус Христос. Ну может быть другой царь был, который бы не так держался за свое место и не так бы желал смерти вот этого младенца. И так далее, и далее, и далее перечислять. А Бог говорит о том, а я извлекаю из этого вот ничтожного малого, вот это драгоценное. Дорогие друзья, что оно особенный цен мы. Мы люди, мы люди грешные. Слово Божие говорит, что все согрешили, все лишены славы Божьей. Но Бог отдает Сына Своего Единородного, чтобы приобресть вот это драгоценное душу человеческую. Вот это движение Божие, вот это сердце Божие. И когда Иисус Христос говорит вот эту нагорную проповедь, Он опять направляет народ и говорит о том, что и так, здесь дается закон любви. Закон в том, что если вы любите тех, которые любят вас, и делаете добро, то чем вы отличаетесь от других людей? Ну, я вас поселил в такое место. Я вас поселил в такие обстоятельства. Я создал такие определенные трудности, которые окружают вас. И вы двигаетесь вперед. Вы будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Братья и сестры, впереди вот этот год, в который мы будем вступать буквально через несколько часов. Братья, мы вступаем с Господом. Он не оставил нас. Он с нами. Кого-то страшат и нас страшат какими-то трудностями, новыми, какими-то, может быть, эпидемиями. Дорогие друзья, а у Бога полно благословений для народа Своего. Я не знаю, что еще Господь приготовил для нас, для нашей церкви. Но я знаю что-то прекрасное, хорошее, чудное. Когда мы будем радоваться, может быть, среди трудностей, среди болезней. Мы будем видеть руку Божью, которая может быть простираться через помощь братьев и сестер, дорогие друзья. И в этом мы будем видеть милость Божью, дорогие друзья. Когда-то Авраам поверил тому, который может из мертвых восстановить, который несуществующий, называясь существующим. Такой наш Господь. Он наперед предрекает, а потом движет все к тому, чтобы это совершилось. Дорогие братья и сестры, в церкви великое будущее. В церкви та встреча с нашим Спасителем и Господом Иисусом Христом на облаках. И поэтому благословит нас Господь. Как движется наш Небесный Отец, там и нам двигаться по этой жизни. Иисус Христос поставил такие большие стандарты. Он говорит, Бог, Отец Небесный, совершен. И вы будьте совершенны. Дорогие друзья, мы понимаем, это такая высота, до которой нам достичь практически невозможно. И в то же время Иисус Христос, будучи в плоти человеческой, достиг этого совершенства. Это говорит о том, что это возможно. Бог не станет таким, не делает то, что, или говорит то, что будет, или то, что должен делать человек, или то, что должен какой-нибудь человек. То, что не сбывается, то, что невозможно достичь. Это высота, куда должны мы стремиться, дорогие братья и сестры. Я верю в то, что этот год, следующий Бог посылает нас для того, чтобы нам достичь этой высоты. Каждому из нас в отдельности и как Церкви Божией. Поэтому, да благословит нас Господь, чтобы нам вот таким вот, ну с надеждой, с верой, с упованием, дорогие друзья, несмотря может на многие какие-то обстоятельства, которые вокруг нас, но знать, что Бог с нами. А если Бог с нами, кто против нас? Если Бог Сына Своего не пошадил ради нас, разве нам не дарует все вместе с Сыном Своим, братья и сестры? Это великое обетование даровано нам. Оно живо и действенно. И поэтому, да благословит нас Господь в этом, братья и сестры. Желание нас, как братьев, как служителей этой Церкви совершить вот эту молитву. Молитву благодарности Господу. Поэтому, братья и сестры, мы прозываем вас. По возможности, у кого у вас есть силы, желания и здоровья, мы преклоним колени. И сделаем эту молитву колено преклоненной. Поэтому, братья и сестры, у кого есть желания, у кого есть молитва на сердце, пожалуйста, молитесь. Во имя Иисуса Христа, Ему слава за все. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова